На whathub.net появились новые кейсы инкогнито. Абсолютно новая механика открытия кейсов с ещё более крутыми призами. Твои шансы увеличатся в разы с выпадением сразу трёх предметов. Только у нас мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Барабан бонусов. Более 200 тысяч пользователей уже с нами. Заходи на whathub.net и забери топовые призы. Новая система перков. Мы сейчас обсудим её, как она выглядит, какие плюсы и минусы для артиллерии, какие плюсы и минусы для игры. И, в общем-то, хочу вам показать, рассказать, объяснить, как это на самом деле будет работать. Как и многое в танках, изменения экипажа начинаются в ангаре. Теперь это не отдельные персонажи, а единый экипаж, представленный командиром. Можно сменить его внешний вид, имя и фамилию. Другие члены танкового экипажа стоят позади командира и несут лишь декоративную функцию. Но только в ангаре. В бою машиной управляет весь экипаж в полном составе. Танкистов можно контузить по отдельности или оглушить разом, тем самым снизив эффективность танка в бою. Их количество останется прежним. Если сейчас в машине два заряжающих, то и в новой системе их также будет два. Полностью меняется подход к навыкам. У каждого экипажа появляются пять курсов подготовки. Тактическая, огневая, техническая, подготовка мехвода и оперативная. Если коротко, все, что отвечает за обзор, все, что отвечает за вашу пушку, все, что связано с вашими внутренними модулями, давайте их так назовем, и маскировкой. Они решили объединить маскировку и внутренние модули. То есть здесь ремонт, противопожарка, ремонт, еще один, маскировка. Все, что отвечает за ваши шасси. То есть как быстро вы крутитесь, как быстро вы набираете скорость и так далее. Я даже не знаю, как обозвать оперативную подготовку, во всех играх есть такие вкладки, как хитрости. Допустим, там ветка огня, льда, воды, земли, хитрости. То есть здесь объединены перки, которые не подходят ни под один из этих модулей, ни под пушку, ни под шасси, ни под обзор, но при этом всем они все еще нужны. То есть интуиция, знаете этот перк, мастер тарана, чувство локтя и ближний бой, это одинаковые перки, просто они работают в разных ситуациях. Если коротко, чувство локтя и ближний бой, это лишнее боевое братство, только чувство локтя, когда вы рядом с союзниками, а ближний бой, когда рядом с противниками находитесь. Хотя останутся и привычные умения, вроде маскировки или плавного поворота башни. А необходимости в изучении навыка шестое чувство больше нет. Среди новинок — предсказуемость. Навык, который снижает разброс урона. С ним привычный плюс-минус 25% уже не постулат. Зарабатывая опыт в боях, экипаж получает очки. Их можно вкладывать в любой из навыков. Когда экипаж достигает 75 уровня, очки навыка больше не начисляются, а экипажу открывается путь профессионального развития. Он начинает получать более высокие звания. С каждым таким повышением растёт уровень владения техникой у экипажа. Сразу после создания экипаж полностью обучен управлению той машиной, на которую он рекрутирован. Больше никаких 50% или 75% экипажей. При этом он также обучен управлению всей премиум-техникой того же класса и нации. При желании можно дополнительно обучить экипаж управлению ещё двумя исследуемыми или коллекционными танками аналогичного типа и нации. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Короче, тем, кому сложно, объясняю. Сейчас вы берёте 5 обезьян, сажаете их на танк, и они ничего не умеют больше, как управлять одним танком. Теперь, один тот же экипаж можно будет посадить на 3 машины. Хотите поиграть на каком-нибудь ИС-7, пожалуйста, играйте на ИС-7. Хотите на Т-10, пожалуйста, играйте на Т-10. Хотите на ИС-4, пожалуйста, играйте на ИС-4. То есть у вас один экипаж будет на сразу на 3 танка. Вообще изменения прикольные, то есть очень классные. Вам придётся качать меньше экипажей, а те экипажи, которые у вас остались, будут более прокачанными. Потому что они будут получать опыт из ИС-7, из ИС-4, из Т-10. Сразу скажу одну вещь. Эта система неплохая, но у неё есть большие минусы. Я вам сейчас про них расскажу один точно. Люди с хорошими экипажами, с 75 прокачанными экипажами, будут просто нереально иметь нереальное преимущество над игроками, которые только качают технику. Видос, конечно, интересный, но нас интересует уже практика. Погнали. Новый экипаж, учебные материалы, обещанные, которые мне всё дали. Куча всего. Огромное количество брошюр. 31 штука. Бланки перед подготовкой. 11 штук всего лишь. Инструкции для экипажа. Огромное количество просто. Огромнейшее. Потому что всё это у меня лежало. Новый экипаж инструкторов. Преобразовать экипаж, чтобы получить преимущество в бою. Это что такое? А, о новом экипаже, я понял. Ну чё, преобразовываем сразу, наверное, с лёту. На десятках, наверное, все экипажи, я думаю. Погнали. Доступные слоты инструкторов. Преобразовать. 75 уровень и ещё чуть-чуть сверху будет. К экипажу. Идём дальше. Мы преобразуем все десятки. 75 и ещё чуть-чуть сверху. Блин. Слушайте, а если задуматься, у меня же экипажи-то дикие. На десятках. У меня очень сильные экипажи. И я тут получаю только 75. Охрененный командир, да? Всё, у меня есть самый прокачанный экипаж. Вот он. Оленёша Алалоев. Здесь 6 перков и даже лишние. То есть, понимаете, насколько здесь жёсткий экипаж? 6 перков. 6 перков. Посмотрите, как выглядит 6 перков. Это 75 уровень и почти полоска. Почти. Вы понимаете, как мало? Как долго нужно качать экипажи тысячами боёв просто? Идём к навыкам. Большинство перков для артиллерии не подходит. Мы это знаем. То есть, смотрите. Какие перки мы выделим? То есть, смотрите, идём сначала. Реакция на цель. В течение 10 секунд после обнаружения вами противника время сведения снижается. Мы сразу перк скипаем, потому что пропускаем. Потому что на арте мы не обнаруживаем цели. Дальше. Дозор. Обзор повышается на 4% в сумме. То есть, если мы выкачиваем полностью. Окей. Слаженность. Уровень владения машины повышается за каждое очко вложенное навык. Этот перк нам нужен. Это и есть боевое братство. То есть, мы сюда вкидываем, наверное, десятку сразу. Допустим. То есть, боевое братство мы хотим. Это отличный перк. Он повышает нашу огневую мощь, точность. То есть, сразу он тут снижает. А ну-ка, а если его убрать полностью? 0.53, 0.52. Окей. Ну, там повышает даже точность нам. Идём дальше. Контроль цели. Принесение вами урона по цели, находящейся в зоне вашей видимости. Дальше идём. Время подготовки снаряжения уменьшается на 0%. На 3% за каждое очковое вложенное навык. То есть, наш ремкомплект быстрее. Ага, я понял. Интересная тема. Идём дальше. Пока что, допустим, бородство хотим. Дальше идём. Вот этот перк, кстати, запомним. Я вам расскажу про него кое-чё ещё. Он, на самом деле, очень классный. А, и ультимейты. Талант ситуативный. Если количество нанесённого вами урона превышает половину от полной прочности вашей машины, то уровень владения машины возрастает на 2,5% за каждого уничтоженного вашими вами противника. Эффект сумерится в трёх раз. Объясняю на русский язык. После... Когда вы наносите половину здоровья и хп своей машины, это раз, в среднем это 1000 урона, и делаете фраг, то вы получаете 2,5% владения машиной. Для тех, кто не знает, 2,5% владения машиной находится вот здесь. Сейчас покажу. Это... Ааа... Ааа... И здесь убрали. Вот он, уровень владения машиной. Вот он. То есть, это... Раньше вы могли видеть здесь проценты, в экипаже проценты. Там 120%, 130%. Теперь вот он. То есть, уровень владения машиной, это то, как ваша машина будет играться. То есть, больше уровень владения машины, быстрее машина ездит, быстрее стреляет, сводится быстрее. У неё лучше маскировка становится даже. То есть, все параметры, вот всё, что вы видите, вот здесь, да, кроме альфы и пробития. Там, ну, ну вот, всё улучшается. Урон в минуту, разброс, время сведения. То есть, давайте я вам покажу вообще, на что влияет уровень владения машиной. Давайте сбросим. Просто, чтобы вы понимали. Вот я вкладываю единичку, да, всё, что горит зелёным, это уровень владения машиной. Скорость поворота, обзор, дальность связи, урон в минуту, сведения. Я десятку вложу, чтобы вы видели все влияния. То есть, смотрите, всё, на всё влияет, на всё. То есть, всё, что относится к вашему орудию, на всё влияет, просто. То есть, это очень важный навык, боевой дух. Но для этого нужно делать три фрага. И второй перк, командный дух. Если количество урона, нанесённое с вашей помощью, равно или превышает 70% от полной, урон владения вашей машиной возрастает на 2,5%, сумерится в трёх раз. А вот это интересный перк. Я вам объясню. Мне интересно, урон с вашей помощью идёт ли в оглушение? Если да, то после получения, допустим, тысячи оглушения, тысячи, вы получите 7,5% владения машиной. То есть, этот перк будет давать вам тысячу, за тысячу оглушения давать вам 7,5%. 7,5% это больше, чем боевое братство. Это боновый вентиль. То есть, вы будете получать эффект бонового вентилятора сверху, поверх ещё всех ваших бонусов за тысячу оглушения на арте. Если это будет так работать. Интересная тема, я хочу посмотреть, как это будет работать потом. Дальше идём. А, кстати, ещё один косяк. Система. Помните, я вам говорил, первый косяк это то, что люди с хорошими экипажами будут всех рвать налево-направо. Второй косяк этой системы. Это пример перка, когда человек, который сделал три фрага, получает большее преимущество. Этот перк провоцирует турбо-бои. То есть, есть в игре перки, которые защитные. Например, там, когда у вас остаётся мало здоровья, вы начинаете быстрее стрелять. Это круто. Не, серьёзно, это крутой перк. Но перк, который поощряет хорошего игрока, сейчас статисты так взводят, перк, который поощряет хорошего игрока, ускоряет бои. То есть, человек, который сделал три фрага, будет ещё лучше нагибать дальше по бою. Вы понимаете? Это неправильно. Такого быть не должно. То есть, такие перки провоцируют турбо-бои. Я надеюсь, что ВГ это понимают. Там, всё-таки тоже не дураки сидят в среднем. И я надеюсь, что таких перков будет поменьше. Дальше идём. Огненная подготовка. Это, наверное, самая интересная для артиллерии вкладка, потому что это всё, что относится к вашему орудию. Знание уязвимостей. При использовании бронебойных подкалиберных кумулятивных снарядов вероятность нанесения урона по модулям увеличивается на 1%. Это перк снайпер, который вы знаете, старый, у нас есть. Причём интересная тема, то что если вложить 10, то получается плюс 10%. Это очень много на самом деле. Это намного сильнее, чем перк, который был. Посмотрим, что из этого выйдет. Ускоренное сведение. Время сведения орудия неподвижно стоящей машины уменьшается на 0.25 на каждой вложенной. То есть получается 2.5% в сумме. По идее, это перк чисто для арты. То есть ускоряет время сведения из ниоткуда. В принципе, круто, но очень мало. 2.5% это очень нечувствительно. Я не знаю пока насчёт этого перка. Дальше идём. Когда у вашей машины остаётся какое-то количество прочности, время перезарядки снижается на 7%. Если вкладывать в каждый перк, то при 50%, то есть если у вашей машины остаётся меньше 50% прочности, время перезарядки снижается на 7%. Это старая версия, улучшенная версия отчаянного перка. Смотрится неплохо, но на арте не очень. То есть пока что так. Дальше. Предсказуемость. Разброс урона относительно базового значения снижается на 0.5% за каждое вложенное очко. И в сумму будет 5%. Перк на самом деле бесполезный. Честно говоря. То есть у вас, например, на арте будет альфа там не там сколько-то, столько-то, да? А на 5% сужается ваш разброс. Это вроде бы и круто, да? Но с другой стороны ничего не даёт. К сожалению. То есть вы вложите просто 10 перков никуда. На мой взгляд, это бесполезный перк. Идём дальше. Беглый огонь. Снижает разброс орудия от поворота башни при горизонтальном наведении. Вот этот перк просто must have практически на любой артиллерии. По одной простой причине. Что вы на арте постоянно водите прицелом. И если на каком-нибудь объекте 261 это на самом деле не обязательный перк на 261 объекте, то на каком-нибудь теоретическом коне, у которого разбросище вот такое от того, что вы крутите, это очень полезный перк. Я крайне его рекомендую ставить. Дальше идём. Ультимейты. Беглый огонь. В течение 5 секунд после нанесения выстрелом урона противнику время сведения, а также разброс орудия от движения и поворотов уменьшается на 10%. Это очень хороший перк для каких-то ДПМных машин либо для барабанщиков. Дальше идём. Через 5 секунд после зарядки орудия нижний порог разброса урона и нижний порог бронепробития повышается на 10%. Вот это дико интересный перк. У каждого орудия есть разброс урона и бронепробития плюс-минус 25%. Так вот, нижний порог будет повышен. То есть больше никаких там минималок. То есть у вас, например, если вы играете на ком-нибудь объекте 140, у вас никогда не вылетит альфа 240 с этим перком. И бронепробитие тоже будет выше. Это отличный перк на самом деле. Дальше идём. Техническая подготовка. Маскировка. Классический перк. То есть вложите 10% и у вас добавится 80% маскировки. Вроде бы круто. Можем бы даже и на рту поставить. Но не на все артиллерии. У многих артиллерии маскировка довольно плохая. Быстрый ремонт. Ульскоряется ремонт. Чистый тот же сам перк, который вы знаете. Дальше. Болевой порог. Вероятное сравнение экипажа снижается на 1% и негативный эффект отравнения снижается на 5%. То есть это, по сути, новый перк. Но он включает в себя мастера на все руки. То есть если у вас выбили какую-то обезьяну, то эффект от выбитого члена экипажа будет снижим вдвое. В принципе. Так что вполне приятный перк. Но опять же будут ли люди его брать? Люди предпочитают агрессивные перки. Противопожарная подготовка. Здесь опять слили 2 перка вместе. То есть этот перк в себе заключает одновременно и чистоту и порядок. И пожарную подготовку старую, наше пожаротушение. Так, техника безопасности. Прочность внутренних модулей повышается на 30%, а в случае их критического поражения негативный эффект снижается на 50%. Это то же самое, что в принципе болевой порог, только для модулей. Самое первое, что хочется сказать для гусля, очевидно, то есть если вы играете на какой-то ПТХе, которая не любит гусли, побитые, то вы можете взять этот перк. То есть объект 284, Т95. А, прочность внутренних модулей. А ну-ка, а какие у нас внутренние модули есть в игре? У нас есть движок, боюкладка, рация, башня, баки. Не знаю, очень странный перк, но он того не стоит, на мой взгляд. Внутренние модули, гусли не относятся к внутренним модулям, вы правы, да. Так что еще хуже перк стал. Сигнал тревоги. Ультимейт. В течение следующих 10 секунд после срабатывания навыка 6-ое чувство время оглушения снижается на 10%, а вероятность ранения экипажа снижается на 50%. Анти-арто-перк. Абсолютно. Чистой воды. Арто-хейтерам рекомендую, остальным соболезную. Остальные нервы. В течение следующих 10 секунд после успешного блокирования броней разброс орудия уменьшается на 10%. На 15%. Посмотрите. Это очень хороший перк для тяжей. Вообще оба, вся ветка под тяжей подстроена. Как видите, полностью защитная ветка. И вот этот перк очень приятно смотрится, потому что 15% разброса орудия это очень много. Мне кажется, этот перк вообще понерфит. Дальше. Подготовка мехвода. Газ в пол. Динамика разгона машины при прямолинельном движении вперед и назад повышается на 5%. Хорошо для колесников, то есть для техники, которая разгоняется, по идее, постоянно. Но опять же, тут при прямолинельном движении, то есть только вперед. Колесники редко ездят вперед, просто так. Очень слабый перк, на мой взгляд. Я не уверен, что он прям хорошо зайдет людям. Король бездорожья. Снижается определение всех видов грунтов на 5%. Старый король бездорожья бы давал больше. Не уверен, что тоже будут брать, хотя вообще какая-то ветка пока слабая. Виртуоз. Повышает скорость поворота ходовой на 5%. Для колесной техники повышает скорость поворота колес. Вот это, кстати, можно взять для колесника того же, но я не уверен, что эти перки вообще того стоят. Здесь цифры слишком маленькие. 5%, 5%, 5% это очень мало, на мой взгляд. Плавный ход. Снижается разброс орудия от движения поворота ходовой на 4% в сумме. Кураж. При достижении скорости в 40 км в час разброс орудия и поворота ходовой от движения поворота ходовой снижается на 10%. Но, опять же, чисто для стрельбы на ходу, причем 40 км в час, это очень много, это, опять же, чисто колесничий перк. Посмотрим, чем это все заканчивается. Через 5 секунд после начала движения скорость перезарядки орудия и обзор машины повышаются на 3%. Сбрасывается при остановке. Очень много перков под колесника хороших, агрессивных перков. Это неприятно. Оперативная подготовка. Стрельный воробей. При каждом повреждении выведения из строя внутреннего модуля или ранения экипажа дальнейшая вероятность получения урона снижается. Для жирных тяжей самое то. Дальше идем интуиция. Если оружие заряжено, позволяет сменить тип снаряда быстрее. На 6% за каждое вложенное очко навыка. На 60% быстрее поменяется тип снаряда. Вообще, приятный перк, но, мне кажется, не так много танков в игре, которые могут реализовать. Может быть, на арте 2.0 можно будет это делать. Этот перк. Посмотрим. Чувство локтя. Если хотя бы одна союзная машина того же типа находится на расстоянии менее 50 метров от вас, уровень владения машиной повышается на 2,5%, я так понимаю. Да. То есть, если вы едете каким-нибудь клинчом тяжей, то лишнее боевое братство и ближний бой. Если хотя бы одна машина противника находится на расстоянии рентгена 50 метров, уровень владения машины повышается тоже на 1,5%. Очень прикольно смотрится для каких-то агрессивных машин и вообще для взводного боя. Мастер Тарана. Насимы-то равны уронам, урон повышается на 20%. После нанесения урона Таранам мощность двигателя при движении назад повышается на 20% на 10 секунд. А как много даст тебе скорости 20% движка назад, причем. Очень странный перк. Ну и к тому же со всеми вот этими остальными перками качать мастера Тарана в 2021 году мне кажется очень абсурдно. Прикладная медицина. В течение 20 секунд после использования аптечки уровень владения машиной повышается на 10%. Время подготовки аптечка уменьшается, увеличивается на 30%. Аптечка может быть использована при отсутствии ранних членов экипажа. А вот это смахивает уже на консольные танки, если вы знаете, там есть эти, как его, доппайки, которые можно прожать. Половину перков тупо с Блиц сперли. У нас такие перки во всяких режимах. Просто немного виды изменили. О, я не играл в Блиц Камчатка практически, поэтому не знаю. Но это с удовольствием поверю на слово. Спасибо тебе, Камчатка. Прикладная механика. В течение 20 секунд после использования ремкомплекта время перезарядки орудия снижается на 7,5%. Время подготовки ремкомплекта увеличивается на 30%. То есть получается, что есть выбор. Либо лишнее братство для себя, либо перезарядку. Но скажем так, вот это для ближнего боя отлично подходит. То есть тяжко, когда нажимает ремку, начинает быстрее перезаряжаться. Причем довольно сильно. Это очень сильный бурс на 7,5% перезарядки орудия. Это лишняя секунда утежа в принципе. И он успеет за 20 секунд где-то 3 выстрела сделать вместо 2. Аптечка в течение 20 секунд после использования аптечки уровень машины повышается на 10%. Уровень владения машины чаще нужен для ЛТ-шек и средних танков возможно, но не для тяжей. Тяжам это не очень приятно. Я думаю, что это все будет браться для тяжей для ближнего боя, скажем так. В итоге, что у нас есть для артиллерии? На самом деле грустно. Кстати, хорошая идея, а ну-ка, давайте. Что ВГ предлагает для артиллерии? Ну что, давайте посмотрим. Слаженность. Согласен. Это отличный перк, он хорош. Ускоренное сведение. Хороший перк. Предсказуемость. Не берите этот перк. Я не верю, что этот перк может быть полезен на самом деле. Главный поворот башни, так точно. Но опять же, на объект 261 я бы не брал бы на интернет перк, но посмотрим. Маскировка. Перед тем, как брать на артиллерию маскировку, мы вам совет. Зайдите в незаметность и посмотрите, сколько у этой артиллерии маскировки на самом деле. То есть, смотрите, мы вкачиваем полностью маскировку, и мы за эту маскировку получаем 5%. То есть, на тот же объект 261 маскировку брать не стоит, в среднем. разгона на 5%. Король бездорожья, плавный ход, лихой старт. Ой, не знаю, ВГ. Хорошо, давайте возьмем другую артиллерию, чисто ради интереса. И что нам ВГ здесь предложит? Пусть только попробуй предложить то же самое. Вам того не слышно, да? Вот я сейчас буду говорить, и вы будете слушать. вопрос в зал. Чем заняться 23 февраля? Правильно, сверлить пол. Что мы здесь имеем? Мы берем всегда слаженность. Мы берем ускоренное наведение. Мы берем плавный поворот башни на коне. Дальше. Предсказуемость. Честно скажу, на мой взгляд, собранность даст вам в среднем больше полезных вещей, чем предсказуемость. Если бы в предсказуемости было бы, например, там 10%, я бы подумал, но этот перк слишком слабый. Мой вам совет, я бы, короче, может быть, я изменю потом свое мнение, но я возьму собранность. Здесь мы берем верный выстрел, обязательно. Верный выстрел в данный момент самый лучший перк для артиллерии. Нам нужны какие-то перки для движения, судя по тому, что ВГ нам предлагает? Почему меня так распирает взять какую-нибудь прикладную механику сюда? То есть, понимаете, нам здесь предлагают взять перк на скорость, перк на скорость и перк на скорость, и еще один перк на скорость. Вопрос в зал. Так ли мне нужна скорость на артиллерии? Я хочу часто стрелять. Я не хочу ездить на артиллерии, я хочу стрелять. Что вы мне скажете, если я возьму и возьму какое-нибудь чувство локтя, допустим, но опять же, эти перки чисто ситуативны, но это ради рофла. Ну-ка, нахрен лихой старт, ну зачем мне лихой старт? На коне тем более, который так разгоняется очень быстро. Лихой старт увеличивает скорость поворота, пока не получишь урон. Разве это плохо для арты? Ну, это имеет смысл, смотрите, это, кстати, хорошая идея, черточка, смотри, в чем суть. Это хорошая идея, то есть, если будет мета трассодротов, это очень хорошие перки, то есть, разгоняться и быстро крутиться, это хорошая идея для случаев, когда артоводы будут трассерить друг друга, но пока что же такого нет, то есть, давайте будем честными, как часто пытаются меня убить паратрассеру? Если я включу алинимер, ой, если я включу анонимайзер, то у меня вообще будут редко пытаться убить. Что я вам скажу, если я возьму какую-нибудь прикладную механику, например, что вы мне на это вообще скажете? Нет, возьмем прикладную медицину, потому что мы хотим, чтобы артиллерия более точно стреляла. Возьмем чувство ногтя, какой-нибудь ближний бой и теоретический интуицию. И у меня остается еще пять перков, да? Куда вложить его можно? Маскировку, плавный ход, снижать разброс от движения и поворота ходовой. Да, это полезный перк. Но опять же, играть без маскировки, не знаю, не знаю. Короче, в чем суть вот этого перка? Этот перк дает вам раз в две минуты шанс сделать выстрел с повышенной точностью и повышенной перезарядкой. Я хочу затестить этот перк на арте, честно говоря. Я не думаю, что на британском коне вам нужен перк на скорость. Я вам объясню, почему. Эта артиллерия разгоняет свои 33 километра без перков вообще очень быстро. Если вы, например, будете играть на ГВЕ какой-нибудь, вот здесь, кстати, я реально советую взять перки на скорость. То есть вот перки для выбранной машины, слаженность обязательно. Можно как-то все перки сразу вложить? Нет, нельзя. Допустим, предсказуемость, плавный поворот, пусть как ВГ говорит. Сделаем, хорошо. Газ в пол, король бездорожья. Здесь я, кстати, согласен. Да, пусть так будет. Хорошо, хорошо. Что за кураж? А, понял. Лихой старт. И маскировку. Вот здесь, кстати, я абсолютно согласен. То есть, то, что ВГ вам предлагает вложить в перки, это отличная затея. То есть, для стандартных артиллерий, что я имею ввиду по стандартным артиллериям? ГВЕ, 261, Т92. В эти три артиллерии вкладываете перки в принципе, как вам говорит ВГ. то есть, на самом деле, неплохо. То есть, раскачка. Но опять же, товарищи ВГ, если меня кто-то смотрит, ну сделайте вы нормальную ветку вторую для арты, ну какой нахрен лихой старт? Ну давайте будем честными. Ну сделайте вы какую-нибудь перк, еще один типа верного выстрела, ну для арты, ну, под колесников целую ветку отдельную выделили. Вон у них, разведка боем, какой перк охрененный, там и беглый огонь какой-нибудь, или еще что-то. Какого хрена у артиллерии так мало классовых перков, именно классовых? И то, и скорные сведения, 2,5%, очень серьезно. Ну, очень серьезно. Взрослые дяди, посмотрите, как много бонусов получает какой-нибудь СТ-вод или тяж. И то, кстати, вот это нужно затестить с вашей помощью. Это не влияет, на оглушение, я так понимаю, ваша помощь. Кстати, на самом деле, вот если серьезно, вместо маскировки вы имеете право вкачать какое-нибудь чувство локтя. Я серьезно сейчас говорю это. Чувство локтя далеко не самый плохой перк. Очень советую вам подумать об этом перке, это отличный перк. Вы стоите рядом с другой арточкой и получаете бонусы за это. А ну-ка, я на гаве так, наверное, сделаю тоже. А ну-ка. Но опять же, это стимулирует игроков на арте стоять вместе. Но это тоже бред какой-то, это очень странно, короче. Ладно, давай, допустим, 261 объект. Мы можем добавить сюда инструкторов. Дуэлянт. Навык ситуативный. Если хотя бы одна машина противника находится от вас, повышает скорость поварта ходовой. И что, это все мои доступные кандидаты в инструкторы. Тактика. Мы берем командира, точнее, командира этого, как его. Стоп. Да, слаженность. ради боевого братства, наверное, да? Да. Выберите нацию. Допустим, СССР. Дозор, контроль бездорожья, контроль цели, дозор. Реакция. Что? Я не хочу ничего из этого. Это все плохие перки. Почему? Стоп, 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 стоп. Алло, ВГ. Не понял. Почему такой слабый командир? То есть, почему именно эти перки мне предлагаются? Дополнительные. Они что, рандомные или что? Секунду назад. Давай еще одну попробуем. Мэри. Давай в стрельбу попробуем ее вбахать. Ускоренность сведения знаний и неизвестей. Собранность. Предсказуемость. Плавный поворот башни и ускоренность сведения. Здесь намного лучше. Здесь хоть плавный поворот башни. Можно взять и ускоренность сведения. Допустим, изучить. Экспертное ведение. Установить. Но опять же, экспертное ведение на Объект 261. Нахера мне нужен, да? Нет, что? На Объекте 261 проблема с точностью? Что ли? Нет. Этого эксперта на ведение нужно сажать на британца какого-нибудь теоретического, да? Мне нужен командир, точнее инструктор, который даст мне скорость зарядки. Ну, с ними какая-то проблема. Мне нужно ДП иметь именно жесткое. Хорошо. Нет, стоп. Я хочу еще раз попробовать добавить инструктора, доступные кандидаты. Возьму кого-нибудь слабенького. Допустим, Евгению. Мне нужен командир, точнее инструктор на слаженность. Можно ли вообще придумать, чтобы он именно слаженность давал? Опа! Дает слаженность. То есть, эти перки рандомные, хотите сказать? Что за рандомность? То есть, вы хотите сказать, что я вот беру инструкторов, да? И я не знаю, что он будет иметь, да? По-вашему. Стрельба и тактика. Блин, тактику стоит крутить только ради слаженности. Стрельбу? Что за бред? Слаженность 2, чувство локтя. Это идеальный. Это вообще иде... Вот почему таких левшей так мало? Вот левша просто м-м-м-м-а, красавец. Иди сюда, дорогой. Иди сюда. Активировать озвучку, так точно. То есть, допустим, вот эту бабу мы высаживаем отсюда за деньги. Мы сюда хотим как можно больше слаженности. То есть, нам не нужен скорость сведения, нам нужно именно слаженность ради перезарядки быстрой. Окей, следующий кандидат. Николай Морозов сюда. Здесь, к сожалению, Николая Морозова мы запароли. Следующий. Василий Вьюгин. Тактика. Слаженность на 2 и чувство локтя. Сюда. И нам нужен еще один такой же обезьян. Ангела де Натали. Тактика. Выбрать. Вы понимаете, что вам в Агане дает выбрать перки? То есть, мы сюда добавляем вот эту бабу установить. И мы устанавливаем сюда Василия Вьюгина. Все. Короче, казино варгейминга позволило мне выбрать экипаж с повышенными перками нужными. И теперь у меня слаженность плюс 8 на объекте 261. То есть, мы делаем вот так. То есть, мы сделаем, как ВГ нам говорит сейчас, в принципе, это неплохой предсказуемость, плавный поворот башни, верный выстрел, газ в пол, король бездорожья, все делаем то же самое. Лихой старт. И вкладываем остальное в чувство локтя. Сохранить. И в итоге мы получаем перезарядку в 24 секунды. Дальше мы ставим сюда рациональную боекладку автопополнения. И перезарядка у меня становится 23.54. Погнали играть. Нет, 23 секунды я одобряю. А если я сейчас подъеду еще к арте союзной поближе, то будет еще лучше. В бой. Субтитры сделал DimaTorzok